Всем привет! С вами Анастасия Яцкала и канал Еда на любой вкус. Сегодня готовим молочные коржики, очень нежные, мягкие, со вкусом и с детства. Готовятся они достаточно быстро и просто из доступных продуктов. Нам понадобится пшеничная мука, сахар, маргарин. Если не используете маргарин, можете заменить на сливочное масло. Одно куриное яйцо, молоко, разрыхлитель для теста и манилин. Для начала нужно в молоке растворить сахар, не доводя до кипения. Помешиваем, ждем, когда сахар полностью растворится. Как только сахар растворился, сразу выключаем нагрев. Отправляем сюда сразу же маргарин комнатной температуры и тщательно перемешиваем. Даю остыть до комнатной температуры. Разбиваю в чашку одно яйцо. Очень хорошо сболтаю его вилкой. Добавляем половину в теплую смесь, а половину оставляю для смазки коржиков. Немножко ванилина. Постепенно начинаю добавлять просеянную муку. Сюда же всыпаю разрыхлитель. Замешиваю уже с помощью вилки. Насыплю немножко муки на стол и выкладываю тесто. Тесто мы долго не вымешиваем. Пока смесь теплая, нам кажется, что тесто очень липкое. Но по мере остывания оно становится более однородным и менее липким. Посмотрите. Но при раскатке, конечно, мы будем пользоваться мукой. Собираем тесто и присыпаем его с двух сторон. Сейчас мы его раскатаем. Для мягких коржиков толщина должна быть около 1 см. Для более хрустящих коржиков, естественно, раскатываем тоньше. Вот она у нас, посмотрите, такая толщина. Примерно где-то сантиметр. Далее вырезаем коржики. У меня, конечно, нет специальной формы. Поэтому я воспользуюсь вот такой разъемной для салата. Остатки теста соберем и также раскатаем. Готовые коржики переносим на противень, застеленный пергаментной бумагой. Между коржами оставляем обязательно расстояние. Сверху смазываем оставленным яйцом. Духовка уже разогрета до 200 градусов. Выпекать будем примерно 15 минут. Коржики должны быть слегка румяными. Их нельзя передерживать в духовке. Молочные коржики готовы. Они невероятно вкусные, очень мягкие. Сверху слегка хрустящая корочка. Попробуйте обязательно, тем более это очень легко. С вами был канал Еда на любой вкус. Если до сих пор не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Впереди много интересного. Спасибо большое за ваши позитивные и добрые комментарии. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!